Сегодня по инициативе Рособорнадзора по всей стране прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями. В Чувашии пробный экзамен написали на восьми площадках. В Чебоксарах акцию провели на базе 59-й школы. Сколько родителей согласились сесть за парты и почувствовать себя учениками? Главное, дрожали ли у них руки, когда заполняли экзаменационные бланки, знает Евгения Зиновьева. Сегодня мы вместе с родителями чебоксарских одиннадцатиклассников попытаемся сдать ЕГЭ по истории. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Проходите. О, оказывается, испытание начинается уже здесь. Проходим. Проходим, да? Да. Подобную процедуру контроля, чтобы в аудиторию случайно не попали мобильные устройства, сегодня прошли все без исключения родители. В 59-ю школу пришли 63 человека. Точно так же в дни проведения настоящих экзаменов досматривают и школьников. Процедура стандартная, говорит организатор акции, и особого беспокойства вызывать не должна. Эдуарду Василькову сдать проб на ЕГЭ предложили учителя дочери. Согласился, не раздумывая. Мне стало интересно, я решил присутствовать на экзамене, посмотреть процесс, потому что рано или поздно нас тоже это ждет. Пока все интересно, спокойно, даже не нервничаем. Даже не нервничаем? Нет. Не нервничать взрослым помогают вода и шоколадки. Они есть в каждой аудитории. Ну и подбодливающие слова координаторов акции. Кстати, экзаменаторы еще и раздают ценные советы, которым лучше прислушаться. Обратите внимание, пожалуйста, на них, потому что по-разному пишется, например, цифра 1 и краткая. За края рамочки выходить нельзя. Такие же ЦУ буквально через три месяца услышат и выпускники. Тогда стартует основной этап сдачи ЕГЭ. Организаторы пробного экзамена постарались максимально приблизить условия проведения к реальным. Родители же должны объяснить детям, что бояться нечего, а ЕГЭ – это всего лишь жизненный этап, который здорово закаляет нервную систему. Кстати, закаляли ее сегодня и сами родители. На протяжении последних лет взрослые в качестве пробного экзамена сдавали русский. А в этом Рособранадзор предмет изменил. В этом году мы пишем историю. Не зря выбран этот предмет, потому что Российская Федерация – большой юбилей в этом году. Это 75 лет с момента победы Великой Отечественной войне. И поэтому было принято решение на уровне Российской Федерации именно выбрать этот предмет. Пробный экзамен по истории писали не только родители чебоксарских учеников. Акция прошла еще и в Новочебоксарске, Шумерли, Канаше, Ядрине, Маргаушском, Аликовском и Шамушинском районах. А те папа и мама, которые не смогли сегодня прийти в школу, могут попробовать свои силы на официальном информационном портале ЕГЭ. Там тоже есть варианты заданий. Евгения Изновьева, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.